И мы отправляемся на Ванин концерт. Куда мы ребенка привели, о господи? Пап, пойдем, пап. Меня до глубины души трогает отношение ирландцев к своей стране. Сделала двойную косичку. Ой, прошу, Марка. Всем большой привет. Прошлый влог мы с вами здесь закончили. Сегодняшний влог здесь начинаем. Сегодня у нас суббота. Уже дело близится к пяти часам вечера. И мы отправляемся на Ванин концерт. Ваня сегодня в составе своего школьного хора выступает на каком-то благотворительном мероприятии. И мы с вами едем туда, чтобы его поддержать, полюбоваться тем, как он будет петь, послушать. Мы привозим Ваню за два часа до концерта, потому что у них будет репетиция. На школу выделяется определенный сектор в зале. И без мест вы приходите, например, в сектор А. И где увидели свободное место, там и садитесь. Если нет свободных мест, значит нет. Субтитры делал DimaTorzok Мы практически приехали. А потом оказалось, для меня оказалось, Вова-то знал, что вот это вот все, это целый комплекс каких-то концертных площадок. Перед нами автобусы, которые, скорее всего, тоже привезли детей на эти выступления. Куча машин, пробки. Мы даже не знаем, какая там парковка. В общем, стоим, ждем. Парковка стоит, на секундочку, 7 стоять. В общем, здесь какое-то очень грандиозное мероприятие. Куча автобусов, куча машин. Какие-то организованные группы. Все куда-то идут, паркуются. Парковка стоит 7 евро. Ванек, мне кажется, у нас, мне кажется, начал сопливить. Вон, 8A написано. Мы ищем концертный... 8B там же написано. Ищем концертный сдал, сдаем Ванька, и дальше думаем, что делать. То ли здесь сидеть, два часа ждать, то ли уходить куда-то. Куда мы ребенка привели, о господи. Такое красивое здесь здание. Церковь... Нет, это не церковь, это целое здание такое вот. И здесь какой-то красивый уже современный отель, которого особо не видно. Ситуация следующая. Мы Ваню оставили до начала представления 2 часа. До открытия дверей в сам концертный зал вроде как час. Даже не в зал, а в фойе этого зала час. Некоторые из наших родителей уже пошли очередь занимать. За 2 часа очередь на вход. Но мы сейчас подумали, что это слишком. Стоять 2 часа на улице... Нет уж. И мы идем искать какое-нибудь место, где можно посидеть, попить чай, кофе. Что-то типа Старбакса. Сейчас уже все закрыто. Представляете? Все кофейни, кроме Старбакса, которые мы проверили, уже закрыты. Время 6. Да, Старбакс до 7. Время 6. Поэтому мы гуляем, чтобы там не сидеть ни в машине, ни стоять в очереди. Потому что это слишком. Вот женщина идет. Что у нее в руках? Смотри, инсомния. А, кстати, это мама из нашей школы. Это мама... Это мама Зои, да. У нее целое расследование провели. У нее в руках стаканчик с кофе из кофейни. То есть, эта кофейня, скорее всего, открыта. В общем, идем искать. Мейн холл. Главный зал чего-то. Может быть, это тоже... Это тоже наши вот эти вот, да? Наши... Наши... Как это? Господи, назвать. Серия наших концертных залов. Красиво, красиво, красиво. А еще местная достопримечательность, видимо... Нет, не церковь. Я боялась, что церковь, но внизу шторы какие-то. Мы с Вовой удивились, когда вот резную крышу увидели. Помните, как в русских сказках, в русских домиках? Вот так выглядит вечерний Дублин. Мы сейчас пробуем найти. Кстати, очень вкусной едой пахнет. А, вот же можно было показать поближе. Выглядит как церковь, но это вряд ли церковь. Красиво. Смотри, Girl and the Goose Restaurant. Интересно. Надо посмотреть. Запомни его. Надо посмотреть, что это такое. Мне кажется, это интересное название. Слушайте, паб на пабе. Пабом погоняет. Ну вот, кофейнинс Омни, эта сеть. Она закрыта. Есть спар, пожалуйста. Можно в спаре походить. Это просто продуктовый магазин. Аптека закрыта. И что там еще? Это Апсолетто. Это что-то итальянское, наверное. И там... Вон есть кофе, пожалуйста. Мистер МакПи какой-то. Я его видел. Закрыто. Чувствуется, что здесь река. Не видно ее вам. Ну ладно. Хочешь пивка? А ты надо дать? Ну как-нибудь уж постараюсь. Так, старбакс. Что, уже прошли? Нет, через реку переходим. И вот там направо еще целая улица. Вот, пойдем. Да, пойдем. Ой, смотрите, какая почта интересная. Старое здание. Такая дверь классная. Смотри, как интересно, Володь. Можно марки купить. 24 hours a day. Денежку кладешь, а отсюда с дачи даже вылезает. Классно. Такие домики сказочные, маленькие. Хорошие мерседесы. Выбирай, Володь, любой. Электрик. И вот электрик. Ничего себе. Сколько стоит? 120 тысяч. А это road tax 120 евро. А стоит он 70 374. Я поняла, обычно. Это тоже электрик. Road tax, налог у него будет 300... А, нет, подожди. Ладно, не помню, сколько налог. Стоит он 91 с копейками. Почти 92. Ну, выбирай, Володь, если хочешь, пойдем в пабу. Я, говорит, могу Гиннес попить. От назад доедешь? Ну, как-нибудь ж доеду. Пойдем. А что ж? Что мы же дошли тогда? Ну, Володь, а что я сделала? Здесь будем ночевать, что ли? Подожди, ладно, дай время. 6,26 пойдем. А ты думаешь, что кофе будешь... А, ты кофе без молока будешь? С молоком. Так с молоком кофе будет калорийнее, чем Гиннес твой. Ты из каких соображений сейчас передумала? Hi. Ладно, пойдем. Там тебе чай будет, а тут чай нет. Да я могу кофе без кофе на попить, если хочешь. Давай, решай сам, от тебя зависит. А ты можешь без алкогольного пива? Вот ты без алкоголя, а я Гиннес. Нормально. Поблема пойдем. Ну, конечно, все эти концепрессии от Сауши. Тоже пара, отец на рынке. Без еды, думаешь? Ну, да. Пойдем? О, блядь, как мне нравится, что за такие. Что тут есть? Рассказывает, что это. Это тебе, Гиннес, а это мне? Чтобы можно было за рулем ехать. Это называется Baby Ginnus. И что, там внутри свиски? Не знаю. Не уверен, что там, но там что-то алкогольное. Ну, не может быть, чтобы это был просто маленький Гиннес. По-любому это... Нет, он называется Baby Ginnus, но это коктейль. Ну, не коктейль, а как это называется. Смесь алкогольных напитков. Прям так? С виски, небось? Не знаю. Не вкусно? Да я ничего. Так, у меня безалкогольное пиво. Все-таки странные стаканы для пива. Пока Ванюк репетирует, мы решили гулять, так гулять. Не только выпьем, но еще и поедим. Да, Валочка? Это картошка фри с мясным фаршем, с сыром, с перчиком. Тут со всеми делами. Подожди, я не сфоткала. Посмотрите, друзья, вот возможно здесь Ваню найти, как вы считаете? Я увидела, я увидела Ванька. Вон, вон Милона стоит. И вот рядом Ванек сидит, хоть бы встал, что ли. Значит, полный зал зрителей. Посмотрите, это все, наверное, родители. И дети. Вот наша школа, это желтая зона. ...are here to listen to the two and a half thousand voices up there, on my right. ...are here to listen to the two and a half thousand voices up there, on my right. ...are here to listen to the two and a halfklets. ...are here to listen to the two and a half thousand voices up there, on my right. Продолжение следует... 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 у нас похоже засопливил ванек он как всегда будем хорошо себя чувствует но что-то похоже намечается у нас причем у нас сегодня футбол сегодня воскресенье у нас вечерний матч и нам его нельзя пропускать вообще никак потому что команда это не просто тренировка это именно матч причем матч среди разных клубов это уже четвертый наверное по счету матч всего их должно быть 5 всего 7 человек в команде у каждого своя роль если мы пропускаем мы очень подводим свою команду поэтому сегодня во что бы то ни стало нам нужно поехать на матч перед тем как поехать в магазин и я хочу пару слов сказать о вчерашнем мероприятии я не знаю я настолько переполнена эмоциями я даже не знаю смогу ли я все высказать и не забуду ли я чего-нибудь вчера был просто потрясающий вечер я никогда в жизни наверное не испытывала таких крутых эмоций от выступления практически два часа длился концерт ну с учетом перерыва и того больше и все эти два часа у меня глаза были на мокром месте я практически но скажем так я поплакивала немного поплакивала от переизбытка чувств даже не от того что мой любимый ненаглядный сыночек там на сцене где-то там далеко его практически не было видно я понимала что это вот скорее всего вот того точечка и скорее всего он а так нет я у меня был такой вот переизбыток чувств от я даже сейчас говорю у меня ком в горле стоит меня до глубины души трогает отношение ирландцев к своей стране к своей истории к своей культуре к памяти к тому как они уважают свой язык свои традиции ты вроде бы ходишь по улицам особенно когда ты живешь уже здесь там сколько-то лет что-то стирается глаз замыливается и ты многих вещей не замечаешь тебе кажется ну что там они танцы до танцы песни до песни нет когда ты попадаешь на такие мероприятия вот дух захватывает от того насколько все преисполнено вот какой-то чистой любовью что ли чувством сострадания какой-то ответственность за то что ты делаешь даже передать не могу быть моего словарного запаса не хотят это был не просто концерт давайте так что ожидала я я ожидала что это будет что-то типа какой-то филармонии такой местечковый будет участвовать там пять школ от каждой школы человек по 15-20 по очереди все будут выходить на сцену петь свои песни кланяться и уходить вот я думала примерно так будет выглядеть мероприятие знаете серии там такая немного пыльная сцена какие-нибудь искусственные цветы по краям люстра хрустальная но и мы все родители будем гордыми будем хлопать своим детям оказалось что это просто какое-то потрясающее шоу которое будет проходить в нескольких графствах в ирландии и закончится она финальным выступлением в нью-йорке вы представляете естественно наши дети не поедут гастролировать по всему миру в каждом городе будет будут свои дети которые также готовятся к этому выступлению как и готовились наши дети оказалось что это огромный зал одних только детей было две с половиной тысячи представляете две с половиной тысячи детей и соответственно еще больше родители скорее всего но я понимаю что может быть не у всех родители оставались ну так чтобы вы понимали масштаб это был профессиональный звук это был насколько я могу это оценивать это был профессиональный свет это были съемки это были большие экраны на которых можно было разглядывать детей это меняющаяся картинка то есть это не одна камера там по очереди кого-то снимает это было абсолютно организованное профессиональное шоу потрясающий дирижер который впервые в жизни я видела я даже не представлялась такое возможно чтобы дирижер был одновременно еще и ведущим я не знаю конферансье mc как называть какого назвал его впервые вижу дирижера который еще был бы mc он был потрясающий такой легкий такой открытый юморной за словом в карман не полезет настолько простой все это было в знаете в таком постоянном общении с публикой с какой-то обратной реакции все было очень такое живое и настоящее понимаете вот это вот чувство когда он дирижер этот всему залу всем родителям сказал все замолкли абсолютная тишина и он одной рукой показывает детям встать а дети в это время на сцене сидели на стульчиках поставленных какого-то в амфитеатре и в этой полнейшей тишине две с половиной тысячи детей стали я сейчас говорю у меня мурашки по телу понимать это просто не описать какая-то мощь вообще кто там как пел это вообще неважно где он было я думала там вот оценивать это профессиональные навыки дело было вообще не в пении абсолютно то как двигались дети но насколько видела я там у некоторых детей может быть даже слуха особо нет это вообще неважно было понимаете там главное было главный плавдата энергетика которую дети передавали как они танцевали вы представляете себе все две с половиной тысячи детей естественно они все из разных школ но представьте если с каждой школы там на путь человек по 20 а две с половиной тысячи детей представьте сколько школ было там участвовало несколько разных графств не только дублин и все эти дети пели одни и те же песни все вместе и делали одни и те же движения все вместе они все готовились по одной и той же программе там была песня где дети использовали язык глухонемых и они учили эти движения все одинаковые понимаете во всех школах в разных концах ирландии и все они пришли в один и тот же зал и однопременно в живую а на секундочку пели они не под фонограмму не под записанную музыку а пели они с настоящим симфоническим оркестром который каждую песню играл в живую во-первых когда ты маленький тебя мама папа бабушка или там как моем случае соседка тащит за руку в эту ненавистную филармонию когда тебе там семь восемь девять лет десять ты думаешь боже мой как что там делать скукотище когда ты взрослый человек ты смотришь на этот оркестр слушаешь его и понимаешь сколько труда сколько организации ты понимаешь что ты слышишь целую мелодию которую создали с помощью разных инструментов все вот эти вот люди это общение вероятно слушаешь мелодию в записи ты не выделяешь для себя отдельно взятый инструмент ну как правило ты слушаешь все вместе а здесь глядя на оркестр ты понимаешь что кто-то на струнах играет кто-то на дудочке кто-то там на гитаре тоже да на струна кто-то на клавишных кто-то в барабаны бьет и все вместе это не какафония какая-то это самая настоящая музыка известная кстати всем музыка это в основном были не какие-то классические произведения это были современного современная музыка современные песни плюс плюс оркестр играл национальную ирландскую музыку с использованием редких ирландских инструментов не знаю видно было видео или нет ну уже наверное знаю да судя по этому видео но есть на сегодняшний вот на сегодняшнюю минуту я еще не отсматривала материал я как я сказал я не отсматривала материал я еще не знаю как там это было видно или нет но там был один музыкант который играл на инструменте я даже название не знаю я даже не представляла что вообще такое может быть это звучание духового инструмента только я понимаю что он перебирает пальцами как на дудочке но во рту у него ничего нет он не дует никуда он как это называется раздвигает меха которые выглядят на примерно как у аккордеона или знаете как больше на что похоже такая штука который камин раздувает у него подмышками вот эти вот штуки и он в не одновременно сидит как танец маленьких утят а он одной рукой дует другой не дует все это в определен еще и пальцами перебирают при этом еще на коленях что-то лежит вообще невероятно просто невероятно когда вышли волыночники боже мой это вау это взрыв мозга это так по-ирландски понимаете и вот эти вот барабаны или как там это правильно называется я не знаю девчонки молодцы а ирландские танцы боже мой я не могу сказать что я большой поклонник ирландских танцев ну то есть я отношусь к этому как части культуру культуры я признаю что это красиво я признаю что это колоссальный труд но ну допустим там я не знаю пойти посмотреть балет для меня больше удовольствия чем посмотреть выступление где будут ирландские танцы но надо сказать что до того ирландские танцы вот чтобы взрослые люди танцевали профессионально в живую я не видела я очень хочу сходить на выступление но пока еще не было я видела только видео запись конечно это не то когда ты видишь в живую когда ты слышишь это все но это просто невероятно это просто невероятно это не то что 60 евро на двоих стоит стоит 160 евро на двоих за это реально не жалко отдать в три раза больше денег потому что это потрясающе невероятно ну просто невероятно мы не знали куда мы идем потом уже потом уже после концерта сегодня утром я вам не спрашиваю ты-то расскажи вообще ты-то знал что это будет так говорить я сам не знал бегать когда услышал оркестр заиграл я говорю так прыгнул то что это было совершенно неожиданно если в следующем году будет такое мероприятие она будет но не факт что они на школу будет участвовать я бы очень хотел чтобы они поучаствовал еще раз в тот момент когда дирижер давал возможность детям как-то отреагировать то есть он давал им возможность поорать там побежать как-то поаплодировать дети лежали так я в жизни не слышала такого крика я в жизни не слышала таких эмоций это было нечто вообще вовы часы высветили сообщение о том что еще там типа 30 минут при таком звуки громком и вы можете получить то повреждение слуха это был невероятно концерт длился до 10 часов официально чуть-чуть задержался там был чуть чуть позже 10 мы закончили пока мы забрали детей пока мы дошли до парковки дальше началось еще одно приключение нужно было из этой парковки каким-то образом выехать не проблема была выехать из парковки проблема была в том что все вот эти машины которые приехали на выступление они выезжали по одной узкой улице сначала сначала по 1 по 1 и парковки потом по одной узкой улице на один светофор и общем это все длилось супер долго мы домой приехали в 12 я вам показала да то есть где-то час с лишним мы добирались вместо минут 30 обычных но это нифига не затмевает впечатление абсолютно я бы не знаю я бы с удовольствием сходила еще раз я бы готовила на автобусе доехать на поезде мы туда кстати поезд ходит мы вовремя не проверили можно было на поезде поехать но в 12 наверное очень комфортно поезде ехать но можно было бы еще пару слов конкретно про ванька значит мы его подошли в смотрели увидели где он сидит увидели мы его и нашли мы его и потом я его находила глазами знаете как все же в белом и все очень далеко у меня хорошее зрение то есть я вижу прекрасно но даже для меня дети на сцене были точками ну то есть это было очень далеко это большой зал и ваня есть друг под которому мы ходили на грандиозный день рождения он носит очки и благодаря тому что периодически очки бликовали когда свет на них попадал я понимал ага вот мой ориентир вот ванин друг значит рядом сидит ваня плюс перед вами сидела девочка высокая и его не было видно только в тот момент когда девочка начинала танцевать двигаясь из стороны в сторону соответственно периодически обнажая вами на лицо вот я не совсем уверена что ваня прям там пел хотя говорит что пел я не совсем уверена что он там танцевал хотя говорит танцевал ну как там движение такие вы сами видели кусочки такие простецкие руки подняли опустили там что-нибудь помахали даже не повернулись они по поворачивались там места не было это было такое небольшое движение в контексте какой-то песни вот но но все равно он мне кажется что называется кайфанул знаете от этой энергетики от потрясающий когда там в конце потом все орали визжали он где-то коралл что думала хрип вообще короче это было очень классно очень-очень классно а сейчас мы едем с вами в магазин я не уверена что я буду что-то снимать что там снимать все одно и то же тогда уже приеду и посмотрим что будем делать что мы будем делать есть пить и на футбол поедем вот все так прикольно я сейчас припарковалась у одного магазина купила все что мне нужно и пошла пешком в другой чтобы купить бочковые помидоры бочковых помидоров не оказалось естественно я нашла что еще купить но дело не в этом а дело в том что у меня сетка вот такая я сейчас иду по улице он мне так люди странно смотрят а у меня в этой сетке банка с маринованной капустой бочковые помидоры другие нашла в упаковке в прозрачный банка что у меня еще а щавель я купила консервированный на суп короче одни сплошные банки немного странно ватт наверно выгляжу лучше купила жвачку покажу такой никогда в россии не видела вот такой момент естественно только после того как съела эту жвачку я поняла что написано саур то есть она кислая на сверху кисло внутри сладко я когда вспоминаю кислый вкус у меня начинается обильное слюноотделение говорить просто невозможно а я белку нашла сейчас постараюсь приблизить вам показать видите хвостика ветках надо ой там еще либо ветка либо белка либо птичка ну покажись видите сейчас вот такие облачка с розовым оттенком и здесь тоже красиво на голубом небе розовые облака красивое сочетание а мы на футбол сегодня похоже полнолуние кто знает не пойму полная луна наверно полная у меня папа в этом хорошо разбирается подожди я ракурс плохой взяла я чувствую сейчас точно люстра полетит куда-нибудь это было замечательно скажи пожалуйста и обычно ты меня выгоняешь из своей комнаты сейчас почему-то меня заставляешь здесь сидеть те скучно у тебя ipad разрядился что понимают в чем причина я уже 20 минут сижу смотрю вот на это так уже 20 минут все такое мутное мутное поярче дела поярче свет какой-то желтый сделай побелее вот и поярче теперь другое дело то живем как в подвале когда это ударь в корзину сейчас я вам покажу почти ай блин головой стукнул собралась все-таки с мыслями и вышла к вам вышла к вам сегодня у нас воскресенье мы просидели целый день дома и я планировала продолжить вчерашнюю вчерашние съемки до продолжить этот влог такими обычными домашними хозяйственными делами потому что мы еще раз говорю хотели посидеть дома вами но непонятно то ли заболел то ли не заболел вроде он нормально себя чувствует но нос заложен в общем не знаю вроде бы все нормально но как-то мы решили перестраховаться никуда не ходить и я думала ну что мы будем делать знаете может поиграем во что-нибудь что-то уберем там поедим вкусненько такие вот какие-то обычные домашние дела но утром я открыла новости как я это обычно делаю и увидела о том новости о том что происходит в турции весь день я провела в новостях читая просматривая все эти просто жуткие но я не знаю как это назвать вообще не в голове не укладывается все эти видео с рушащимися домами я искренне мои сочувствия всем тем кого затронула трагедия это такой ужас вообще я даже не представляю понятно что те люди которые в этих домах жили находились тот момент или даже не находились на потом все это увидели понятно что эта трагедия которая изменит жизнь навсегда а те люди которые просто мимо проходили и на их глазах падали один дом за другим я даже в страшном снесе такого представить не могу это настоящий какой-то апокалипсис ужас 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 настоящая трагедия короче в общем кошмар настроение особого нет никакого вот пытаешься как-то отвлекаться я тут села довязала очередной комбинезон с воротничком на не видно будет так еще нитки не спрятала вот кое-что по дому сделала тут знаете поесть приготовил но вот как-то все равно все все в каком-то на автомате делаешь без настроения просто потому что надо что тоже есть надо чем-то занимать все-таки надо а так сегодня конечно очень такой сложный тяжелый день ужас я всегда очень сильно реагируют такие события и на себя примеряю и вообще даже вот если я подумал о том как сейчас люди остались я не говорю о тех кто погиб хотя бы да просто пострадавшие кто остался без жилья без денег без документов без всего на улице еще и там эти продолжаются толчки еще они не закончились ужас просто кошмар поэтому не хотела я вот так вот на такой ноте заканчивать влог но ничего не поделаешь это жизнь как есть так и есть сейчас я спрячу нитки вот придумаю что-то у меня остался маленький кусочек пряжи буквально вот такой вот тоненький совсем маленький придумал какой-нибудь головной убор может быть повязочку какую-то и уже слад лажу сложу знаю что я доделала этот комплект а дальше если будет еще не поздно то я хочу заняться ваниным свитером может быть как раз проделую эластичную нитку в горловину и зато вам покажу закончила я вязать спрятала ниточки все комбинезон терми кажется что каким-то слишком длинным его связала хотя вроде нет вроде нормальненький вот и поскольку ниточек у меня до сзади вот такие завязочки сзади что это вот пожалуйста забыла нитку надо спрятать так вот они так у меня мало оставалось на шапку бы не хватило поэтому ты так остатки были какие-то поэтому я сделала такую повязку на голову представьте что это голова ребенка так вот цветочек такой объемный пушистенький вот и бусинки я много видел таких фоток с разными повязками здесь обычная цепочка из воздушных петель крючком связан цветочек вот что попробуем ванин свитер нет у меня вот такого цвета не так есть только голубые серые но я решила что наверное голубые все таки получше чем серая плюс это же все таки не в катушке более да и тоже будет вот так поэтому принципе наверное ничего нам нужна нитка резиновая и нам нужен крючок начнем без разницы откуда но наверное лучше начать со спинки так сказать и если испортим по крайней мере не лицом значит естественно с изнанки берем и думаем сколько мы будем делать рядов наверное сделаем два один и два стрелинка мне небольшая 2 будет вполне достаточно ну и наверное в третью петлю от края будем вязать косичку продеваем крючок берем нитку ой слушайте учитель из меня конечно я вообще не умеет делать нет учителя точно никакой дальше соседнюю петельку за нет подождите нет 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 что-то я сделала а все правильно так захватываем и вяжем такую косичку так все теперь вторую нитку я отпускаю поддеваем петельку захватываем и вяжем косичку дальше у следующего ряда поддеваем петельку и вяжем косичку мне кажется я сильно начала стягивать видите у меня резинка прям сильно стягивается я так не хочу значит я распущу вот эту петельку не потеряв и буду делать послабее немножко то есть вот вытянула и провязала чуть побольше петельку буду делать опять вытянула и провязала так далее ем смотрите практически всю горловину я обработала смотрится очень классно очень аккуратненько по изнаночной стороне на лицевой ничего не видно но я слишком туго видимо затягиваю нужно делать больше петли потому что вот если сейчас отпустить эту резинку получаются волны видите слишком сильно собирают сборить может и нет потому что да я все переделала сделала двойную косичку это невероятная круто держит вязаное изделие держит форму мне очень нравится единственное непонятное дело что вот эти нитки я спрячу я пока прятать не хочу ваня должен померить сначала я посмотрю как ему будет во первых с таким горлом и самое главное как он отреагирует на резинку потому что резинка естественно по ощущениям это не шерстяная нить это очень мягкий махео и не мохер меринос а резинка естественно жесткая и возможно ваня скажет а мне резинка вот это мешает я тогда нафиг все распущу его не подходить широким горлом вот так выглядит изнанка час наши трусники свернем чтобы не видно было вот совсем другое дело правда ничего не полнушек никаких нет повернись вань издали все хорошо ниточки спрячь увидите как теперь горлышко вань а знаешь что теперь еще вопрос нужно ли это делать в рукавах наверное в рукавах тоже можно вставить резиночки и вниз а я вижу такую резиночку что вставила вот она не чтобы потушку а тебе не царапать шею тогда сделаю дизайн подожди начал определиться ну ладно в любом случае если растянется я тогда потом внизу в дину а так горловина стала гораздо лучше боже мой чтобы вы понимали эта штука очень тяжелая это стопор для двери ого вот это те ноги ну и раз такое дело покажу еще вам как поживает мой серый свитер я уже вижу 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 но я не то чтобы вижу вижу я забываю его вязать короче я практически получается довязала наверное вперед теперь мне нужно посчитать количество дырочек сравнить узнать сколько осталось и делать уже вырез горловины вот впереди это самая моя нелюбимая часть потому что здесь надо считать здесь нужно скорее всего придется несколько раз распускать мне с первого раза редко когда получается в общем так вот на сегодня наверное будем заканчивать тяжелый сегодня день и прям вообще уж читаешь 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 и новости спасибо большое за просмотр что смотрите язык заплетается потому что мысли не здесь не очень близко к сердце все воспринимаю это моя проблема кстати говоря это очень сильно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы потому что я очень восприимчиво и очень эмоционально даже не не говорю сейчас даже там о сочувствии а вообще вот я радоваться начинаю очень активно я очень резко могу начать переживать и туда-сюда и вечно вот эти вот такие эмоциональные качели такой вот такая особенность моей нервной системы вот поэтому что хочется сказать в такие дни понимаешь что что никогда не знаешь настанет ли завтра вообще или нет как недавно в интервью услышала кто-то сказал никто тебе не обещал что-то завтра проснешься понимаете вот так оно и есть ты живешь строишь планы и мечтаешь там себе не знаю квартиру поменять машину поменять свитер довязать и новые там колечки купить завтра может и не настать поэтому надо проживать каждый день как последний я так делать не умею это нужно уметь еще брать от жизни все я не умею так делать к сожалению вот вам желаю мира находиться в безопасности добром здравии спасибо еще раз что смотрите будем надеяться на лучшее ну и конечно еще раз мои слова сочувствие глубочайшего всем пострадавшим это конечно ужасно неважно из какой ты страны люди есть люди дети есть дети ой кошмарка очень так всем пока пока до следующего видео увидимся с вами начинается рабочая неделя поэтому впереди вас ждут обычные скучные домашние блоги но пусть лучше так я все я не жалуюсь больше вообще постараюсь не жаловаться если я вдруг начну жаловаться на что-то вы меня это пресекайте это потому что нет я не буду я буду стараться ни на что не жаловаться никаких скучных влогов будут хорошие блоги впереди надеюсь всем пока пока